Так, по идее, должна запуститься трансляция, я немножко лошок, я запустила запись, а не трансляцию. Сейчас должна трансляция запуститься. Продолжение следует... Сейчас, секунду... Сегодня интернет... Проверяем опять интернет, я поменяла роутер, будем разбираться в нем дело или нет, но и плюс у нас сутки не было вообще интернета и проводили ремонтные работы. Может они что-то там нашаманили и теперь у нас будет нормальный интернет, я надеюсь. Вот, поэтому посмотрим, как сегодня пройдет. Я не думаю, что мы надолго, потому что у меня мама в гостях хотела бы в первый день пообщаться, плюс мы собрались вместе с ужин готовить. Давайте у нас на чуть-чуть, мы посмотрим, как чего пойдет трансляция, поможет ли новый роутер. Все же понедельник сеть не так загружено. Хороший вопрос, тот же ли самый это рысик? Как раз вопрос на засыпку вам. Тот же самый рысик или нет? Он не ест, он обсасывает игрушку. Все теныши, которых я забирала от мамы, ставила на соску, у них у всех есть свои игрушки. Ну, в принципе, игрушки несколько. И они их обсасывают. Нет, правильно, это не тот же самый рысик. Это другой рысик. Сегодня его взяла на трансляцию, а другой рысик в соседней комнате. Всем привет! Котенок темнее кажется? Ну, может быть, кстати, и темнее. Да, я как-то это не сравнивала. Может быть, в чем-то темнее. Как дела у Умки? Да, хорошо. Все. Это Умки, да, котенок, мальчик. Это вот котенок, у которого присутствует такая яркая зооагрессия к кошкам. И к рысам, и к кошкам. К собакам он нормально, а вот к кошкам его, ну, короче, кидается на них. Боже, ты идеальная рысь, ты на стриме будешь спать. Ну, он, конечно, недолго, я думаю, будет спать. Ну, когда-нибудь я поменяю штатик, чтобы не злиться на этот. Котят, есть блохи или вы их вывели? Ууу, нифига себе. Вопрос. Я в свою жизнь, ну, в свою жизнь, если честно, с блохами. Блохи. С блохами, да? Какая? У кошек сталкивалась только один раз, когда приехала Умка. Она на себе привезла прям таких якутских блох. Я таких в жизни не видела. Их реально можно было просто брать и ножки им отдирать. Они были огромные. И в тот момент, когда она приехала, она блох принесла абсолютно всем. То есть пришлось и Пусика, и Куна, и потом уже Миссу... Миссу... Нет, Миссу... По-моему, даже Миссу. Ну, короче, вот мы тогда офигели выводить блох, потому что они практически ни на что, такие суровые якутские блохи, они ни на что не реагировали. Но они не сильно как бы нам мешали жить кошке, насколько вообще не могут мешать сильно. Вот. Но... Прям... Я помню, что это было ни разовая, ни двухразовая, ни трехразовая. Прям было много обработок, чтобы их вывести. Так... Почему вместе не держишь? Я, собственно, недавно высказала этот момент, что у него присутствует зооагрессия, поэтому он не стыкуется с другими расцветами. Он на них кидается. Это как бы нормальная история для рысей, это не конкретно генетика или что-то его. Для рысей это реально очень частая история, что в какой-то момент, в какой-то возраст у них появляется... Они прям с сородичными могут сцепиться, и это очень частая проблема у рысей и у вопкетов, ну, у всех рысей. Вот. И про это многие кто рассказывает, кто выращивал там, что вот прям, ну, не стыкуются и все. Это прям вот резко начинается. У них так это прям сразу начинается, то есть они не были в одном гнезе. Вот. А у них этот прокат начинается спустя время. Вот конкретно у него это началось спустя время. Я не помню, сколько ему было, а он начал посокидаться на других. Резкость картинки пропала. Вот. Вот. Резкость картинки. Вот. Здесь, не знаю, здесь вот даже он не должен быть. Сейчас мы попробуем. Угу. Так лучше. Все. Лучше ставим. Здравствуйте, Екатерина. Добрый вечер вам. Как дела? На вкусняшки. Спасибо большое. На вкусняшки. Александра, очень приятно. Так мне нравятся сердечки рядом с донатами. Вообще классная штука. Они их придумали. Эти на вкусняшки котикам. Спасибо большое. Как дела в хозяйстве? Ну, сейчас нормально. Вчера мне починили морозильный ларь. Это была вообще эпопия. В итоге это вышло не 20 тысяч, а 42. В этом ларе поменяли просто все. Ну, то есть, у него остался только корпус. А остальное в нем все поменяли внутри. То есть, ну, вообще все. Вот. Кроме вентилятора. Он, благо, не сломался. Ам. Поэтому. Ну, на самом деле, можно было, конечно, купить новый. Но новый он стоит сейчас так без доставки. Если он есть. Потому что везде, где я обзванивала, их нет в наличии. То есть, на сайтах они висят, а в наличии их нет. Вот. Они стоят новые 52. Плюс еще доставка. То есть, лайк, как бы, это такая штука, которая весит, ну, прям очень приличная. Ну, прям огромная. У меня он, по-моему, на 800 литров или что-то. Или на 700. Не помню уже. Вот. И, то есть, доставка, естественно, в область тоже будет прилично стоить. В общем, в итоге... Ну, и у меня нет столько времени. То есть, проблема в том, что в нем лежало мясо. И он сломался. То есть, я же... Ну, то есть, мясо там лежало, ну, не знаю сколько. Килограмм 300, наверное, 400. То есть, ну, много. И нам пришлось даже из другого... Вот пока чинили. В этот день ждали, пока все приедет. То есть, нам пришлось даже из одного ларя замороженное достать, положить в сломавшийся. Потому что, ну, не так быстро будет... Не так быстро будет охлаждаться мясо. А то, что в нем лежало, переложить... Ну, чтобы перезаморозилось еще сильнее. В общем, это была целая эпопея. И не было времени покупать новый ларь, чтобы там несколько дней ждать. Всегда у меня мясо просто испортилось. А что у нас жарко. Вот. Поэтому пришлось такие деньги отдать за ремонт. Но, в принципе, на него год гарантия. Так же, как и на новый ларь год гарантия. У меня, кстати, монет служил ровно год и сломался. Удивительно. Нет, не пропало мясо, я говорю. Потому что нам... Ну, мы перекладывали мясо, перетусовывали все это дело, чтобы ничего не испортилось. Слава Богу. Потому что это, конечно, для меня всегда большая боль. У меня мясо... заполнено лари полностью. То есть у меня сейчас буквально чуть-чуть места в ларях. Ну, так еще можно килограмм 300 купить. Вот. Но обычно я стараюсь заполнять полностью. Потому что мне так спокойно, что у животных еда точно есть. Разные ситуации бывают. Еще что-то. Ресятам. Спасибо большое, Оксана. Вот. И поэтому я стараюсь заполнять прям полностью лари. И вот такая неприятная ситуация произошла, что он просто сломался и перестал морозить. Более того, что он начал херачить током. То есть это вообще... Ну, просто ужасно как-то было. Но все починили, поэтому хорошо. Катюш, привет. Смотрю вас с первых видео. Привет с цокольного этажа. Что-то вас нравится очень. Приживаю вместе с тобой. Удачи тебе солнышко во всем. Алиса в стране животных. Это здорово. Спасибо большое. Так. Какой-то породой часто глазки текут. Но вообще, если глазки текут, лучше обратиться все-таки проверить на инфекции все-таки. Потому что, ну, это опасная штука. А если уже исключить инфекции, дальше разбираться. Первое, что я все равно его упущу, проверяю. На инфекции я всегда проверяю. Почему котенок спит? Потому что он хочет спать. Ну, потому что мы сейчас играли, он поел. Ну, минут 40 назад я его покормила. Мы с ним поиграли. И он решил поспать. Но у Рисы, поверьте, это недолго. Я думаю, в течение стрима он еще проснется, будет ко мне лезть и все такое. Андрею, на стриме сейчас позвонили и предложили ложки. Ложки еще живут. Будут до вечера все прям. У него мразильные еще процессы постройки. И мы еще завтра полтона с цыплятами. Тут капец упал. Ну, да. У меня сейчас как раз с цыплятами какая-то закончилась цыплята. Я, собственно, вот эти 300 кг вместо оставила под цыплятами. Пока что их нет. Как Руфи переносит жару? Руфи, кстати, легче всех переносит жару. Ну, пума Руфи легче всех переносит жару. Но все-таки у него и ареал обитания такой, что все-таки там, ну, частенько такая жена есть. Не настолько они прям букеты в лесах сидят, как на нашей Рысе. Поэтому... Сейчас, секунду, я проверю, что там в соседней комнате за дебош устроился. Что такое? О, это к вам лучше подошло. Ну, иди, ну иди сюда. Ой, хопик, оп. Ну, иди, ну иди сюда. Ну, иди спать дальше. Ну, иди спать дальше. Так. Как лечить за лысину Ханну? Ну, Ханну это, грубо говоря, такая частая история во время течек, во время вот родов, когда иммунка немножко падает. А в этот раз, в последнее, что я делала, я обработала фронтлайном, потому что им можно обрабатывать и в беременность, и в лактацию. Ну, и плюс я обрабатывала, есть такое, я сейчас не вспомню название раствор, мне ветеринар дал, я обрабатывала полностью вольера. То, что он как бы тоже можно обрабатывать. Татья, вы бы хотели заесть Манула? Да, хотела бы. Едят ли у меня рыси рыбу? А Мартин ест рыбу, он, ну, он красную рыбу, правда, только ест, может осетра еще поесть, он даже головы едят, а девочки не особо, прям вообще, можно сказать, не едят. Вот у тебя теперь конкурентов по карманам. Парк Волков сильно, теперь еще Дом Тигра, теперь будете драться за поставщиков. Это, кстати, очень интересный взгляд. Я никогда не смотрела на это с точки зрения конкурентов, но я по жизни не вижу конкурентов, как каких-то я вижу союзников. Я, наоборот, очень порадовалась, что День Тигр появился в Питере и подумала, что, может, мы как-то с ними скомпонуемся и сможем сделать нормальные закупки, как делают, например, магазины. Просто часто это как бы, ну, речь о очень больших объемах, прям огромных. Вот, и я, наоборот, думала с той точки зрения, может быть, они что-то такое найдут, и мы будем объединяться все вместе и делать большие закупки. Это было бы классно и всем выгодно, вот. Поэтому я с точки зрения конкуренции это не вижу. С точки зрения совместных закупок, прям я очень на это надеюсь, что мы как-то найдем каких-то поставщиков, где вот, ну, нам не хватает как бы для самих одних закупать, а все вместе, может быть, что-то будем годное закупать. Вот. У твоих кошек случалась мочекаменная болезнь? А мочекаменки нет, слава богу, не было. У меня у этого была гена, у козла. А в Москве сейчас шторм начнется. У нас сегодня был дольдик, но совсем небольшой. Катя, какую музыку предпочитаю? Я спевала на концертах. Музыку разное под настроение, люблю вот эти страдальческие. Вот. Последний концерт, на котором была, это было очень давно. Очень давно. Это, наверное, было лет шесть, пять-шесть назад в Питере крематория вступала. На крематорию была последний концерт. Катя Руфи теперь не ручной. Ну, он не то чтобы не ручной, он через крем клетками дает себя погладить, но на территорию он не хочет пускать, потому что он очень активно сейчас метит просто комнату, улицу, вообще все метит. Вот. У него гормоны и, ну, как бы это нормально для рыси. Я вот смотрю в инстаграме, ребят, у них один бобкет, или, может, знаете, бобкет Яши. Вот. Недавно они выставляли видео. Он у них один, и он у них кастрат. Вот. Причем с самого начала практически. То есть, когда в детстве еще кастрировали его. Я смотрела видео, как он там, хозяин мимо вольера проходит, и он там кидается, рычит, как Руфи делает. Я такая думала, блин. И он, как бы, у них кастрат. То есть, для бобкетов, походу, это, в принципе, норма. Ну, для многих, по крайней мере. Как же котенок мило спит на ручках? Да, он вообще... Ну, этот, он очень, на самом деле, ручной парень. У него есть, вот, определенная особенность. То, что он не любит кошек. Не только рысом, в принципе, к кошкам не очень кидается на них. И к детям тоже очень так прям, ну, очень жестко играет. То есть, он как-то то нормально-нормально, а потом прям может кусить. Он прям так один раз, Алисе такой, ну, не знаю, будет там синяк или нет. Ну, такого прям, закусик оставил нормальный. То есть, он такой очень... Ну, при этом со мной, то есть, как будто он самый урчлявый. То есть, он прям постоянно урчит. Он не обижается. То есть, когда вот мы с ним там начинаем выяснять отношения, начинает как-то сильно прикусывать, я вот тоже в ответ укушу. Если другие котята, они сразу убегут и обидятся, и будут там сидеть несколько минут на меня смотреть, типа, ты что это сделала? То этот вообще не обидчивый. Он такой, а, ну понял, ладно, типа, он классный в этом плане. Но вот с другими животными, да, у него проблемки. Ксюша была в доме тигровых. Был разговор о вашей поездке к ним и планете пригласить гостя? У нас был разговор, когда они еще в Новосибирске были, а так что-то летом после времени не общались. Ксюша, да, я знаю, что была. Ну, я думаю, обустроиться еще надо. Так-то, да, потом приглашу чуть позже их к себе. Привет, как ты думаешь, стоит ли заводить кота породы Ашера? Просто влюбилась мне. Я не помню, это с Ашерой была история, что опровергли эту породу, что это, ну, это саванны обычные, саванны F1, те же Ашеры, их Ашерами называют. Или это все-таки какая-то отдельно вывели Ашеру? По-моему, это был какой-то такой развод очень сильный и скандал, когда выяснили, ну, это саванна F1. Саванна F1, да, хорошие кошки. Они действительно подходят даже, я знаю, люди их содержат даже в квартирах, и это для них нормально. И прям хорошие саванны F1, они очень крупные, чем-то прям напоминают сервалу. Катя, вы будете знакомить их с котятами, которые остались с мамами? Нет, не буду. Ну, понимаете, говорю, я боюсь вообще кого-либо с кем знакомить, потому что они уже были в этом доме. Вот, не дай бог там что-то чем дадут. Ну, не знаю, не хочу я всей этой истории. Плюс говорю, рыси, они, когда уже не растут вместе, они могут агрессивно среагировать друг на друга. Так, Катя, привет. А ты на глазах сделала операцию? Ну, я делала операцию на глазах, когда? Когда мне было лет двадцать, то есть десять лет назад. Знакомы с ребятами с канала Саваш Каракал? Я, ну, в смысле, лично мы не знакомы, но мы много общались в своё время в сети, но и так периодически, да, мы общаемся, ну, знаем друг друга. Что там по кормам? Я уже говорила на прошлом стриме, но я понимаю, что не все присутствовали, тем более стрим постоянно вылетал. Я не буду пока советовать никакой корм, потому что я сама ещё не определилась. Ну, то есть прям вот я пробовала, ну, пробую разные корма, просто я же пробую это не так, чтобы один день один, другой день другой. То есть у меня значительно долго, ну, приличное время там сидят кошки на одном корме, потом я его меняю, смотрю на реакцию, то есть смотрю как с другим. И пока что вот прям что-то идеальное. И отлиться ещё корм, чтобы он подходил всем моим кошкам, потому что, ну, часто проблемно. Спасибо большое. Вот, поэтому я как с чем-то определюсь и... Ну, то есть раньше были корма, которые мне нравились, и я открыто говорила, чем я кормлю, и потому что, ну, я долгое время кормила, устраивала, это подходило всем моим котам, что это очень важно, потому что, опять же, у меня, ну, тот же Пусси, он придирчив. Он и аллергик, и придирчив к кормам, то есть вот есть моменты. Поэтому я всегда ищу... Господи. Поэтому я всегда ищу корма, которые подойдут всем моим котам. Учитывая, что у них разные предпочтения, разные породы, опять же, разные пищеварения, это, ну, определённый квест. Вот. И после этого я так вот смогу что-то посоветовать, потому что, ну, у всех тоже разные коты. Пока что, говорю, я не нашла что-то такого прям идеального для своих котов, чтобы я могла прям вот так вот на довольно-таки у меня крупная аудитория что-то советовать. Если я найду, как бы, в чём буду уверена, я расскажу вам. У меня сейчас больше вопросов, чем, например, кормить... Нисколько для кошек корма, то есть, ну, вот для... Ну, сухой, например, для обычных кошек, да. Сколько, вот, например, родятся у меня котята, там, мынкунов, ещё кого-то. Вот, с чего их ставить на корм. То есть, раньше я это делала с рояловской рекавери. Рекавери сейчас не заводится. Вот. Более того, что даже остатки, которые есть, стоят таких денег космических, что, ну, не знаю, как так себе. Ну, то есть, это лечебная серия. У меня больше я сейчас ещё в этом направлении двигаюсь, ищу какие-то варианты с лечебными сериями, потому что, во-первых, лечебные серии очень удобны для вот становления на корм, когда котята ещё маленькие совсем, когда у них первые прикормы начинаются. Вот. Что касается и гибридов, что касается и диких кошек, что касается домашних кошек всех. Вот. Плюс это очень классное в плане лакомства, там, ну, если, например, кошки у вас едят только сушку, да, и, ну, не хочется тоже давать, что попало из-за консервов, но иногда им хочется как-то разнообразить. Меня, например, очень любили, там, у котят потыбзить вот эти паштеты. И я вот скорее в поиске больше вот этого сейчас, какой-то альтернативы хорошей. Вы будете его знакомить с кем-то? Нет, я уже ответила, потому что он ни с кем особо не знакомится, он со всеми дерётся. Угу. Угу. Так. Сейчас ещё вопросы, на которых не отвечала. По кличкам отвечала уже, что им будут давать хозяева. Возможно будет давать кличку, там, тем, что под маму, когда я их заберу в дом. Вот. То, что они на подольщиках задерживаются. Посмотрим. Он спит, да? Идеальный рейс для стрима. Как-нибудь попробую стрим провести с котятами, которые под мамой. Это тоже определённый квест будет. Потому что это, конечно, небо и земля по сравнению с этими. Ну, то есть по характеру я имею ввиду. То есть вот эти, ну, вот так вот спят на ручках, а те прям такие характерные ребята. А, так, я забываю всё время телефон проверять. Сейчас, секунду. Вот. Тем временем, Ольга Степановна перевела 500 рублей, ничего не написала, правда. Игорь Юрьевич, спасибо большое. Наталья Викторовна, спасибо большое. И Владимир Владимирович, большое спасибо за видео. Вам большое спасибо за донат. Что, очень сильно по столу ударила, да? Мне вот с этим рисунком, на самом деле, будет сложнее всего расставаться. Просто, ну, прям, я очень к нему привязалась за время выкорма. И вообще, как бы, он такой, но с другой стороны, я понимаю, что, ну, у него реально прям такая зооагрессия выраженная, особенно как у Умки. Вот. С этим сложно. Плюс, я говорю, даже на ребёнка это проявляется. Морозилку, да, починили. Я в начале стрима, ну, не то чтобы жаловалась, но печалилась от того, что ремонт вышел в 42 тысячи. Но это пришлось сделать. Я сейчас ещё хочу купить отдельную, отдельный холодильник для препаратов всяких вот кошачьих. Потому что у меня вечно это где-то, вот знаете, у меня в обычном моём холодильнике, который так забит и не хватает места даже на продукты, у меня где-то сбоку там вечно вот эти разные препараты там стоят, те же вакцины. Хочу купить какой-нибудь маленький холодильничек в кошачий дом, туда поставить, но вот именно маленький, чтобы там хранить все вакцины, ну, всё, что требуется там антибиотики, всё, что требуется хранить в холоде. Вот. Но я что-то тоже зашла, посмотрела цены, немножко офигела и подумала, что позже. Это примерно как три месяца, я смотрела, потому что я хочу себе фен купить, потому что мой фен, он, ну, после того, как я сделала завивку. Идеальный стрим, если остается стримом с вольером Мартина, я сих пор помню. Ну, у нас интернет еле дома тянет, а вот на улице вообще беда. Вот. А про что я говорила? А, про фен. Когда я сделала завивку, мне как бы нужен фен с диффузором. Ну, кто знает, такая штука, чтобы укладывать, чтобы были кудри. То есть, если меня уложить с диффузором, кудри не будет. Нормально. Вот. И у меня, который фен есть, он жарит. Ну, как бы, не очень хорошо для волос, не очень хорошо для кудри. Он очень горячий. Я не знаю, почему он такой. Он, типа, сам настраивает температуру, но, как указала практика, настраивает он её фигово, потому что для кудри она слишком жаркая. Я вот уже три месяца смотрю на фены, и каждый раз случается что-то такое. Я вот думала, всё, сделаю себе подарок в июле, куплю этот фен. Холодильник сломался. Ну, морозилка. И вот каждый раз какая-то такая вот что-то такое происходит. Какого-то материала не хватает. Я докупаю, мы сейчас дорожку делаем, что-то ещё, что я никак. Он стоит там 18 тысяч, по-моему. Я до этого вообще дайсен хотела, но сейчас даже страшно смотреть на эти цены, но их и нет. Слава Богу. Вот, кто бы дальше так хотела. Нашла альтернативу, которую мне прям посоветовали. Говорит, очень хорошую для кудрей. Но вот каждый раз что-то такое случается, и я откладываю. Также я сейчас посмотрела на холодильник, а каждый раз я его хочу, чтобы не было в холодильнике этого бардака, не было он забит этими препаратами разными, которые там вечно выпадают, куда-то мешают, куда-то их ссувать приходится. И так он маленький. Но тоже посмотрела и подумала, что позже. Так. Перестанем ныть. Давайте о хорошем. Выкармливаю котят коди молоком. От смеси отказалась. Ёс набирает лучше, смачистую котят тоже. Ну, теоретически, да, во-первых, не всем котятам подойдет, во-вторых, ну, блин, все-таки они не копытные, а все равно совершенно другое. В какую-то интересную валюту кидают, видимо, в юанях, да? Не очень понимаю. Или в чем это? Что это за валюта? Может кто-то мне объяснить, что это за валюта, которая вот приходит в чате? Что-нибудь знает? А, корейский, может быть. Вон. Прикольно, я не знала, что это так выглядит. Спасибо. Просветились. Теперь буду даже знать, как они обозначаются. Слышала историю про обезьяну, что ребенка порвала гоня. Я думаю, что будет сделать, если птическая рысь сбежит и кого-нибудь задерет. Блин, ну, я слышала эту историю, я даже видела видео, у нас в чате, в общем, кто-то скидывал. Я, конечно, вообще офигела от этой ситуации. Ну, что делать, если у меня рысь сбежит? Ну, это как бы прям очень проблематично рысь будет сбежать, потому что у меня тройная ограда, то есть ей придется преодолеть три замка, чтобы сбежать. Что-то такое прям должно, я не знаю, что случится, но приличное. Ну, и у меня рысь, во-первых, социализированные, во-вторых, они скорее будут бояться новых людей, особенно на чужой территории, и избегать с ними встреч, а не нападать. Ну, скорее всего. Я, конечно, даже не хочу такую ситуацию предполагать, что у меня может случиться, но тем не менее. Ну, это вообще ужасно, когда увидела видео, просто, ну, я была готова, наверное, сама просто взять и убить эту обезьяну, потому что, ну, это вообще нифига не нормально, и люди, которые там, типа, обсуждали, что мать что-то делала неправильно и так далее, я вообще не понимаю. Если бы на моего ребенка вот так напали, в принципе, наверное, бы я делала то же самое, хотя я понимаю, что в плане поведения, да, нужно обезьяну по-другому там было останавливать и такое, но, опять же, говорю, это все очень легко рассуждать, сидя на стуле, за экраном смотря это видео, когда у тебя есть время на эти рассуждения. Вот. А бэушные морозилки, которые в магазинах используются я рассматривала. По-любому в Питере должно быть много предложений, можно купить на прозапасе ради подмена на случай поломки. У меня вот эта, которая сломалась, она и была бэушной, но она год отработала. У меня тогда была ситуация, вот, просто потрясающая. Я купила новую морозилку Снеж, вот. Вот. Она приехала, все как бы нормально, неделю отстояла, я ее включаю, и она не работает, она не морозит. Прикрепила поставка кормов, и я в срочном порядке купила вот эту, которая сейчас сломалась, она была бэушная. Вот. Я в срочном порядке ее купила, потому что ту морозилку я не могла ремонтировать своими силами, то есть вызывать какого-то стороннего мастера, потому что, блин, я ее только привезла. Она, в принципе, у меня ни дня не работала, она была на гарантии. И я поэтому ждала официалов. А официалы, как бы, за город это все очень долго. Ну, в принципе, насколько они могли быстро, они это сделали быстро. Ну, ничего не скажу. То есть бывают хуже ситуации. Но в то время я купила себе еще одну морозилку бэушную на прозапас. Вот. Ну, в итоге забиваются все морозилки. А еще одну не могу поставить, потому что, как бы, ну, во-первых, хранить ее негде, они же очень объемные. Вот. Во-вторых, у меня мощности, скорее всего, уже не хватит на еще одну, на еще один ларь в этом доме. Ух ты, что-то снится. Ему, смотрите, дергается. А Катя с Сидней ругается, когда Мартин кричит. Он громкий. Вы знаете, он очень редко кричит. Это просто на видео попадают те моменты, когда я обычно снимаю, когда, например, только выпускаю девочек. И он начинает, естественно, приветствовать и разговаривать. Потому что, ну, или когда я захожу, он опять же слышит и начинает разговаривать. Потому что, ну, потом снимать не так интересно, потому что рыси будут просто лежать, и вам это будет неинтересно смотреть. Вот. Поэтому, на самом деле, он звук воздает намного меньше, чем среднестатистическая собака на улице. Зооагрессивная следующая. Я думаю, это скорее индивидуальные проявления характера. Это первое. Второе. Это... У него нет на всех. На собаку у него нет зоографии никакого. Он нормально с собаками играет. Это первое. А второй момент. У рыси, в принципе, это нормально. То есть надо понимать, что рыси – это одиночки. То есть, да, у них бывает дружба какая-то определенная. Какие-то особи сходятся между собой. И часто, например, кастрированные особи нормально между собой, у кого гормонов нет, сходятся. Или там вот Умка с Ханной, они прекрасно ладят. Но это скорее исключение. В природе все-таки они одиночки. И для них нормально такое поведение. Я про мясо заговорила, да, дрыгаться начала. А что с Мелким спит? А какие у вас еще варианты? Расскажите мне, пожалуйста. Если вы думаете, если рысе плохо, с ним что-то не так, я с ним спокойно буду сидеть, не бежать в клинику, а спокойно буду сидеть и вести стрим. Вы серьезно? Добрый вечер. Четыре котенка Рисы уже проданы? Ну да, но они еще у меня. То есть почти все у меня. Добрый вечер. Будете лежащее время выбрать еще какую-то кошку? Не, мне пока, знаете, хватает, чего хотят. Вот. Нет. Не планирую. Пока ничего такого прям вот интересного. Может, он просто втыкает? Ну, вряд ли. Он втыкает сон. Да? Сладкий ребенок. Так, рост. Рост у меня 168. Горло. Вы серьезно думаете, что его можно, конечно, поменять, но он сам же выбирает, как ему спать, как ему удобнее? Кошки. Кошки вообще часто очень любят спать на чем-то вот свешившись на горло. Если вы понаблюдаете за своими кошками, они тоже часто так делают. Скорее всего. Кого смотрите на ютубе именно на контент с животными? Честно? Никого. Ну, правда. У меня, правда, нет времени. Я вообще, ну, я смотрю после монтажа даже не все свои ролики, честно могу сказать. Я стараюсь смотреть все перед выходом, но некоторые ролики я смотрю реально вместе с вами уже. То есть я отдаю материалы и дальше некоторые ролики я смотрю вместе с вами уже. Иногда даже позже. Вот. Так. Ну, бывает что-то выскальзывает. Ну, когда я там, опять же, что-то пытаюсь на канале найти, бывает выскальзывают рекомендации о каких-то видео. Я не помню, какое я последнее смотрела. По-моему, с Месси я смотрела какое-то видео. То ли они бассейн построили, то ли что-то такое и пытались его затащить в этот бассейн. Ну, вот что-то такое я смотрела. Ну, и то, как бы не полностью, но у них были короткие ролики. Что-то такое я смотрела. Это так, что прям постоянно что-то смотреть, к сожалению, нет. Потому что просто времени нет. Ну, и со многими, с теми, с кем мне интересно, мы общаемся как бы так вживую. Ну, не вживую, или хотя бы переписываемся. Поэтому какие-то уже новости я так узнаю. Кого-то смотрю, например, в инстаграме там в историях появляется. Котёнок мальчик, это Умкин, у него все были мальчики. Такой милый ласочка, я прям не могу. Такой классный. Прям видно, рысь, да, такая, в таком ракурсе ещё. А почему нельзя круглый год съезжать с их рысью в одном вольере, как в природе? Потому что в природе они не вольере содержатся, у них очень большие дети. Если бы было, я не знаю, там гектар шесть, а может и больше, может десять. Может и можно было выпустить, пусть сами разберутся. Но вопрос, как они будут все еду добывать, как находить, вот. И как их кормить, подзывать. Но в природе они пересекаются только на брачный сезон. А так они всё время перемещаются. В поисках еды той же самой. Сингапура ещё не спаривается. Я ни разу не видела, но, по идее, поля ещё маленькая. Но она может, конечно, уже потечь, но я не видела ещё ни одной течки. Мне говорили, что у них могут течки слабо выраженно проходить, но я и спаривание не видела. Видите, он опять переместился на более свистнутое положение. У Ленинса Хаски две разнополые рыси в одном вольере. Они у них кастраты. Я не помню, насчёт булочку, по-моему, одну зовут. Она, по-моему, тоже кастрирована. То есть, первое, это точно у них геральт кастрированные, а второе не очень помню. Алина, спасибо большое за такой большой донат. Даже интересно, сколько мне из этого дойдёт. Сколько они сейчас вырезают. В Московском зоопарке живут рыси толпой. Я не обращала внимание, как они живут, но если они у них ужились, прекрасно, я только рада. У меня они не могут жить толпой. Я уже не раз показывала, если девочки не готовы к спариванию, они загоняют Мартина и всё. Ну, зачем это? Будете на рептилиуме осенью. А уже открыли... Я буквально неделю назад, по-моему, заходила, смотрела, чуть не видела, чтобы уже открыли окно для продаж билетов или как это называется. Ну, короче, для участников. Надо будет зайти посмотреть. Если открыли уже, скажите мне, я посмотрю, я, видимо, пропустила тогда. Вот. Вот. Это, да, сын Унки. Это, да, сын Унки. Носик, не, пусть спит, не хочу носик целовать, пусть ребёнок спит. Потом он бегал, бегал очень долго. Пусть поспит чуть-чуть. Он так удачно, говорю, попал, что вот кормление было, потом игры у нас были, и он как раз спокойненько может поспать на ручку. И жарко вроде, но всё равно хочется на ручках, да? Очень хочется на ручках. Катюша, а когда тебе вернуть остальных котят? А кто меня должен вернуть? Скажите, пожалуйста, там в соседней комнате есть котёнок. Каких именно котят мне должны вернуть и зачем? Мои эльбисов тоже надо развести. Да, они программные, плюс красная книга, то есть нужно разрешение на них. Так, что тут Мэн Куна? Хорошие мышеловые. Но вообще, когда у меня Кун гулял по территории, он приносил птицы, мыши. Смотрите, сколько лапок сразу голубеньких в одном кадре. Видим, хотя вам видно, морковушка своя трясёт. Катя, он кое-хан заметил, что их котят стало меньше. Да, я показывала это в видео, особо нет, они их не искали. То есть сейчас, когда котят у подростчика, я, например, одного забираю от них, они, ну, прям, замечают это. А тогда нет её вообще. Так, расскажи, какой объём должен быть у Ларри. Сейчас смотрю, есть Ларь Бирюсу. Я так понял, новая доставка в Питер 800 рублей, объём 285 литров. Это очень мало. Это очень мало. У меня Ларь, я говорю, у меня самый маленький Ларь, по-моему, литров... Да. Чего, Копик? Чего, Копик? У меня самый... Маленький Ларь, по-моему, литров 500. Вот, что-то такое. Кстати говоря, тоже его брала бэушным. Брала, когда переехала на этот участок. То есть лет пять назад до сих пор ни разу не ломался. Просто удивительно. Лапки мои. Да. Очень мой сладкий ребёнок, да. О, какие кадры увидите. У меня обычно на камеру не получается это заснять, потому что, ну, как видите, обе руки заняты. А предугадать и поставить штатив практически нереально. Он так может очень долго проспать. Да. Чоп. Повышь, ты поднимай. Проснулся кот, проснулся кот. Град. Так, передайте, пожалуйста, камок шерсти пощупать вам. Камок шерсти. Ну, они прикольные, кстати, на ощупь такие войлочные. Мелиссу сводила с другим котом. Во-первых, тот кот кастрирован уже, с которым для этого сводила. Но через тот же питомник, ну, женщину, с которой я сводила, мы с хозяйкой, мы хорошо с ней общаемся до сих пор. Вот. И она мне, собственно, вот свела со следующим котом, подсказала где чего. У нас там свою кошку тоже к нему повезет. Вот. И я туда же. Вот. Там полидактный кот. У него, то есть, много пальцев на каждой лапе. То есть, плюс пальцы. То есть, он не 5, а 6 пальцев. На всех лапах. И это, как бы, передается в большом процессе. Ну, понятное дело, что не на все лапы, не всем котятам и так далее. Чтобы прямо такого полидактного получить на всех лапах, это, конечно, сложно. Вот. Но, тем не менее. У Умки уже нет молока, кормит обе и хана? Нет. У обоих есть молоко до сих пор. Я проверяю каждый день у обоих молоко. Так хотел кусить, что аж зазевался. Да? А, так. Разве это 6 лапостный дефект? Ну, вообще, раньше 6 лапость скорее была нормой, чем дефектом. Когда будет видео с барханами? Даже не знаю. Может быть, какие-то... Я уже не помню. Может, какие-то вставки с ними должны быть. Либо с Сингапурами, либо с барханами. Полностью видео я с ними не снимаю. Ну, потому что вы их не смотр... Ну, что ты делаешь? Нельзя так. Потому что вы их не смотрите. Ну, не надо. Нос. Не надо. Да. Почему растят все время зрачки узкие? Да, не все время они бывают шире. Но они обычно же шире становятся в темноте. А у меня здесь сейчас прям довольно-таки очень светло. С чего им быть... Идем? С чего им быть широкими? А шесть пальцев куда? Ну, тут на любителя. Кому-то нравится. То есть, ну, сейчас прям как-то... То ли они в моду вошли опять. Я всегда была спокойно к ним. Я знала про полидактов как бы... Ну, прикольно, да. Но особо себе не хотела. Сейчас я бы даже себе хотела. Ну, вот, собственно, если будет у Мелиссы родиться девочка, которая прям будет тоже полидактной и мне понравится, я себе ее, скорее всего, оставлю. Катя, собирайте киндеров, могу поделиться, как будет выставка, занесла бы. Да, собираю. Это занесите. Я, на самом деле, сегодня на лозоне сделала заказ. Написано, что уже последняя осталась партия, но вообще... Кискам на вкусняшки вы классные. Спасибо большое, Мария. Но тоже очень большой вопрос, приедет ли. Потому что прошлый раз, когда я заказала на озоне эту серию, мне привезли другую серию. И это была целая репопея вернуть им, потому что, как бы, это не брак, да. Но я в поддержку писала три раза, мне отклоняли возврат. И написала, что мне нахрен эта серия другая не нужна. Я эти киндеры покупаю вообще только из-за этой серии. Вот. В этот раз сейчас опять заказала, посмотрим, что приедут. Рисенка можно кормить кошачьим кормом? Первое время, если вы только ставите на еду, можно добавлять лечебные консервы, чтобы легче там вот это все дело было, например. Вот. Если особенно там это был выкормыш. Вот. А потом нет, конечно. Мясо. Только мясо. Мясо. Только мясо. Мясо. Пятьсот десять, цена в Питере. Цена в 73 фирменной или даже снежка. Опять цена, конечно. На маркете указано. Якобы скидка сотых процентов. Да нет, снеж как бы есть, но это на маркете только, может, если смотришь, а в других магазинах. И они пятьдесят две тысячи за семьсот, по-моему, или восемьсот литр, не помню. Ну, хватит кусаться. Вот себя можно, да. Кусать. Вот себя, себя, на. На, да. Лапка отличная для кусаний. Отличная лапка для кусаний. Смотри, что тебе не нравится. Мне нравится. Да? Мне нравится? Ну все, иди погулять туда. Побегай. Ну. Пошел ленивца мучить. Так. Осмелись. Ну, вот этот, конечно, нет. Он, наверное, голубой. Полидатный. Там будут голубые, ну, черепахи, голубокремовые, скорее всего. Котята. Ну, вот в этом плане мне очень нравятся красные куны, но в плане сведения, конечно, чтобы получать красный, подходит только красный. А мне, что-то в этом году захотелось чего-то другого. Вот. Поэтому будут черепашки. Ну, плюс черепаху я хочу себе, потому что вот красок черепах, там много вариантов выхода разных окрасов. Они в этом плане, в плане разведения черепахи, в плане вот работы, ну, если вы хотите, там, хотел сказать гибридную уже, господи. В разведении, то черепахи, конечно, это самые популярные, потому что они на выходе выдают очень много разных окрасов. Вот. А голубокремовые, они, в принципе, такие симпатичные черепашки получаются. В целом, черепахи, ну, так, на любителя считают. Ну, тут кому что нравится, но голубокремовые мне нравятся очень. А на нем спасибо большое, Станат. Вы рысать прививать будете? Ну, если кто-то у меня задержится до такого возраста, то, конечно, буду. Но рыси прививаются позже. Их я бы не стала прививать в раннем возрасте, как обычных кошек там. Я даже обычных кошек в 2 недели, в 2 месяца боюсь прививать. Я прививаю в 2-2,5 месяца примерно. Потому что, ну, очень большая нагрузка. Приливки дают на организм. Вот. Собственно, про людей это уже мнение. А рыси вообще, как бы, вот сколько я не общалась с заводчиками, которые там, ну, сталкивались с рысями, с бобкетами. Обычно там все, в общем, в районе 5 месяцев прививают. Потому что, ну, прям, учитывая, что прививка рассчитана на домашнюю кошку. Приставка, прям, они очень тяжело дают за эти прививки. Я помню, что вот даже когда Ханну прививала, мы ее прививали примерно месяцев 3, наверное. Ой, мы чуть ее не потеряли. Это прям было очень тяжело. Катя, как вы считаете, можно заводить лису в квартире? Она не будет чувствовать себя плохо? Первое, то, что хотела бы вам сказать, если вы сами, если вы собираетесь завести лису, у нас сейчас лисы занесены в список запрещенных животных. Так что, ну, как бы, к вам могут на грамоту с проверочкой и узнать, а с какого ли вы вообще завели лису. Вот. А второе, ну, если вам нормально, чтобы у вас вся квартира воняла, вонять, возможно, она будет еще и у соседей, то, ну, да пожалуйста, как бы. Вот. А так, если сделать ее выгул, она там будет жить на балконе, не знаю, у вас она там огромная или что-то такое, то все, конечно, возможно. Вот. Вот. Но... Много-много но. Так, я остановилась на... Евгения Викторовна перевела 500 рублей, спасибо большое. Константин Владиславович Рысям, спасибо большое. И Ольга Леонидовна, у вас отличный канал, спасибо большое, очень приятно. И лисы еще очень громкие. Ну, вот конкретно Хина, она не громкая, очень редко орет, прям, это вот прям очень-очень редко, у нее бывает, но очень редко. А в основном, да, лисы прямо орут так, что, скорее всего, соседи ваши вызовут ментов, потому что они подумают, что, помните, ребенка там убивают, потому что у них звук не похожий на животный. А похоже, что реально кого-то там убивают просто. Катя, монетизацию разве не отключили? Отключили на русские просмотры. За другие просмотры, благо, спасибо большое, у меня есть другая аудитория из других стран, русскоговорящая, не русскоговорящая, за другие... Вот так вот, а... За другие просмотры монетизацию не отключили, слава богу, по крайней мере, пока что. Ну, и, соответственно, если вы смотрите через VPN, то тоже нет, у меня ключи. Так. Хорошая ли прививка Мультифелл? Для первого вакцинации котенка Мультифелл, что за прививка сейчас прогуляю? Что-то я не могу сообразить. Мультифелл. Не знаю. Я не пробовала ее. Я могу сказать точно хорошая, ну, чем я прививка Мультифелла. Кто производит это? Продана. Продана. Продана, выписанная. Производитель доктор. Я прививаю либо филоцелом, либо полиасом, но не набиваком, у меня с набиваком очень печальная история, вот, и может быть мне не повезло, и может быть многим людям, которые тоже прививали, им не повезло, но я, может быть, что-то уже пошло не так, но я не прививаю, вот. Мультифилм не пробовала, я с него хочу найти производителя. Это наша, что прививка? А, да, наша. Я нашими вакцинами никогда не прививала, поэтому не знаю, всегда привозными. Что это за котёнок? Котёнок рыси на мистем? Жак стал, он пошёл туда спать. Боже, что за котёнок? Ну, он играл, он сегодня был очень активный, днём, он прям днём мало спал, много играл. Стоило мне только выйти из комнаты, он начинал меня звать. Я мультифилм не всегда прививаю, сколько это. Ну, это хорошо, ну, прекрасно. Вот. Вот. Потому что, ну, во-первых, опять же, говорю, просто какой кот. Вы знаете, некоторым, как бы... Ну, некоторым, чем не привьёшь, он настолько, как бы, организм сильный, что ему ещё пофигу, чем прививать, чем не прививать. Вот. Это так же, как у людей работает. Знаете, там многие говорят, ну, всех прививали, и нам норм, как бы, что, всё нормально. А у меня, как бы, у родственников, ну, к сожалению, даже очень многих людей это касалось, именно из близкого окружения, в том числе родственников, там привили ребёнка, и у него через два дня сахарный диабет. И, как бы, и уже это продолжается 9 лет. Он полностью на инсулинитилит. Вот. Тоже, как бы, ну, да, а у остальных нормально прокатывало. Ну, в общем, это всё очень индивидуально, особенно по прививкам и по кошачьим тоже. Особенно, если вы, ну, если конкретно про мой случай, вы говорите, когда прививают гибридов, диких кошек, всё-таки не под них разрабатывается вакцина, разрабатывается под домашних. И, казалось бы, масса больше и всё такое, но дикари её переносят намного сложнее. Ну, потому что, собственно, это нормально, потому что у домашних кошек уже какая-то уже генетическая память, видимо, идёт на определённые болячки, и поэтому прочее они переносят. На неё спасибо большое за донат. У меня вход с улицы, 17 лет, ни разу ничего не делала, когда нашли, было три недели. Я никогда не буду ориентировать против прививок к животным, прошу, точнее. Вот, потому что, как бы, ну, во-первых, чревато, да, мне же опять говорить. Но могу сказать, говорю, свою практику, то, что аноним. Спасибо большое. Интересно, это один, то, два, аноним или нет. Спасибо большое, очень приятно. У меня вот, когда был первый случай панликопении, если вы помните, да, из трёх котов, которые заболели, только один был непривит. И непривит он был по определённым причинам. Это рысь, как я говорила, рысь очень тяжело переносит прививки в определённом возрасте. И, ну, получилось так, что с ним затянулось, конечно, да, то есть это, там, в какой-то степени был мой косяк, можно было бы его раньше привить и всё такое. Неизвестно, как бы, может быть, если бы он был привит, он бы вообще ничего не цепанул, не знаю. Но другие коты, которые заболели, были привиты, и они погибли. А единственный кот, который не был привит, он полностью пережил сам эту болезнь, ну, естественно, при помощи ветеринаров, поддерживающих терапию и так далее. У него была самая очень сильная реакция, у него прям, ну, очень сильно, но, тем не менее, он выжил. Хотя он ни разу не был привит. Но я, говорю, ни в коем случае не буду агитировать, потому что, ну, как бы, у меня в этом плане, ну, может, повезло, может, нет. Я не знаю, что там повлияло. Может быть, те вакцины, которые мы вакцинировали, когда она вакцинировала не филоцелом и не пуриваксом, а другой вакциной, может быть, она не сработала. Может быть. Я не знаю, как бы, что именно повлияло. Но, действительно, есть случаи, когда котов вообще не прививают, они не болеют, но, опять же, частно, это вам повезло, это классно, что так сработало. То есть вы нигде не цепанули, а я цепанула. То есть, ну, как, мне привезли рысь, которая принесла, собственно, в дом, как говорится, не делай добра, не получила, да? Вот принесла в дом эту болячку, то есть, как бы, относить. То есть, возможно, никогда бы в жизни я с этим и не столкнулась, до этого спокойно жила, заводила котят, знакомила их между собой, и ничего, никаких никогда проблем у меня не было. Но потом случилось это. И, как бы, естественно, свое отношение ко всему. Теперь я уже, ну, боюсь. И в моем случае, конечно, я буду вакцинировать. И я вакцинирую не двухкратно, я вакцинирую трехкратно. Это, кстати, давно уже, я не знаю, как в других городах, но в Москве, в Питере, ведущие клиники, все у нас говорят, что уже давно вакцинировать нужно трехкратно, а не двухкратно. Вот. Поэтому, кстати, кто не знал, пожалуйста, ну, почитайте на эту тему. Если вы у вас завели котенка, он вакцинирован двухкратно, я бы вакцинировала в третий раз. То есть, я всех котенок вакцинирую трехкратно. Вот. Естественно, пока я с этой ситуацией не столкнулась, я и не читала, как много исследовали на эту тему. И многие мои знакомые, питомники, которые тоже владели информацией, но как бы не делились их, потому что они не спрашивали. Тоже по прививкам, что те работают, а те не работают. Естественно, если бы я сразу знала, что такие прививки хуже работают на деколяторах, а вообще там на кошках, я бы их не использовала. Вот. Так. А какие-то цветы любишь? А вы спрашиваете, чтобы подарить или просто ради интереса? Если что, подарить, скажу. Не знаете про Марселя. А какого Марселя? Не видимо, не знаю. Привет из Екатеринбурга. А дети, ток тоже ограничивают деньги. Я не знаю, я с них никогда не получала деньги, поэтому понять, они или ограничивают, или они не ограничивают. Рысь Марсель. Может, и знаю, но так, честно, не справлю. Марс первый рисунок, что ли? У Хана, да, он был первым рисунком. Лиса еще не уехала, у меня сейчас и приехала мама сегодня, и на днях, наверное, отпечатая, как Ксюша, они там натянут в вольер и заберут лису, я надеюсь. Катя, спросите, спасибо вам за преброческу, да, у меня заливка. Уже, наверное, месяца три. Какой вид котов лучше заводить в квартире? Да просто обычных домашних котов лучше заводить, чтобы право еще не париться. Не бенгалов, они так разрушительны. Катя, спасибо за все, что вы делаете. Интересно, а вы оставляете себе котят? Если нет, то почему? Спасибо за то, что повторяетесь. Если вы об этом уже говорили. Да, мне это каждый стрим, это самый популярный вопрос. Вопрос только в том, что, возможно, у меня останется котенок-крысик, потому что, как бы, я уже вижу по характеру, что, например, парень растет диковатым. Возможно, он будет диковатым. И, возможно, такое, как бы, не всем надо. Тогда, если он останется, насильно просто куда-то спихивать непонятно куда, я не буду, я его оставлю. Если нет, так нет. Поэтому не исключено, что останется, но не факт. Как бы, прям, цели оставлять себе котенка я не ставлю, потому что, конечно, бы я хотела, чтобы они все нашли новый дом. Потому что в нынешней моей ситуации я не хочу оставлять крупную кошку себе. Ну, у меня нет такого, прям, цели, да. Но останется, так останется. Такое дело, что ж поделать. Вот. Нет, так нет. Как живут барханные котята? У меня одна барханная кошка прекрасно живет и один гибрид. Тоже прекрасно. Птичь не хотят, но живут прекрасно. Ну, собственно, мне не особо это парит. Мне просто радует, что они есть. Катя, что думаете по поводу клиники? Сотник вы набираете потомки в ней или отдаете предпочтение в другое? У меня есть врач, который наблюдает животных моих. Я отдаю предпочтение всегда ей, потому что в любое время дня и ночи она может приехать. Если у меня реально что-то экстренное, я могу даже ночью придет позвонить, она проснется и приедет. И это самое главное с дикарями. Потому что какая бы клиника хорошая ни была, дело вообще не в клинике. Я делаю в врачах всегда. То есть хороший врач может работать в любой другой клинике. Да, Сотникова охерительная по оборудованию. Я ничего не скажу. У них действительно считается вроде как лучшее оборудование в Питере. Так же, как и в Прайде. Но в Прайде они больше специализируются на онкозаболеваниях. Но тем не менее, это хорошие клиники действительно. Но я иду за врачом всегда. То есть мне важно, что мой врач может приехать в любое время ко мне. Если это действительно не просто я паникер и что-то меня переключила, а что-то реально случилось. В случае чего она может зашить животное. То есть она еще и хирург. Она неплохо знает моих животных. В принципе, хорошо разбирается и открыта всегда к чему-то новому. В том плане, что она не будет доказывать, что только это правильно. Она обзвонит кучу коллег, посоветует, если что-то не получается, в чем-то сомневается. Потому что животное это как живые организмы. И не все, что прописано по протоколам, всегда работает. Да, все опираются на протокол. Но тем не менее, иногда жизнь спасает не протоколы. Вязать Микки и девочек не удалось, пропустила этот момент. Нет, не удалось. Я даже снимала на эту тему видео. Он охотит, так я не готова рисковать девочкам. Катя, вам нравится целота? Хотели себе подарить бы такую кошку завести? Очень-очень красивые. На втором месте после дымок. Они очень красивые. Но у меня на втором месте после дымок... Ну, нет, дымки, пожалуйста. После дымок на втором месте у меня снежные барсы и манулы, наверное. Даже не знаю, кто на втором. Они все наравне. Оцелоты, я даже видела их вживую. У мужчины, который покупал барханных котят и гибридов, у него есть оцелоты. Я даже видела котят, когда у него котята были. Очень классные, очень красивые, очень дорогие. Не хочется. А барханные сильно приведения отличаются от домашних, если заводить в квартире? Да. Ну, они вообще как бы не ручные. У меня марго считается ручной для бархана. Но она не придет ко мне общаться, она не получает от удовольствия. Она просто существует рядом со мной. И напрягается, когда приходят чужие люди. Но в целом, как бы тут могло бы влиять то, что она попала в тот период, когда я ей очень много уколов делала. Причем она как бы сама не болела, но учитывая, что болела другая кошка, и, ну, в общем, просто, возможно, она немножко, конечно, подавок злилась на меня. Но, тем не менее, они не совсем прям домашние, с ними можно как бы жить, но она пакостничает. То есть, если я оставила, например, дверь в спальню открытой или в гостевой, ну, там кто-то у меня ночевал в гостевой, я оставила дверь открытой. Будьте уверены, на кровать нас тут. И я даже знаю, кто это сделает. На вкусняшки. Мария, спасибо большое. Очень приятно, такой большой донат. А можно ли я дать свинь свинину? Какое мясо себе вообще нельзя? На постоянке нет, ну, чуть-чуть, конечно, можно дать, просто она довольно-таки жирная для них свинина, но в качестве исключения, конечно, можно дать свинину. Просто так уже не на постоянке. Я не даю, говорю, свинину, ну, просто нет такой необходимости, желания и так далее. Если бы, конечно, про меня еще было сейчас кормить, или если бы мне привезли свинью, как бы, прям такую хорошую, да, там, ну, зарезанную, понятно, конечно, я бы не отказалась. Катя, а Барби будет сводиться с котом в этом году? Ох, этот вопрос даже меня волнует, потому что я вот смотрю сейчас на нее, она вроде как собирается в течку. Ну, прям очень похоже, что она такая очень добренькая такая, прям вся, дайте-ка кузо подставлю, все такое. Я вот, вот честно, в раздумьях сейчас, я вот сижу и думаю, с одной стороны, можно было бы ее отвезти к коту, и тогда бы котята были плюс-минус в одно время. То есть, ну, там, была бы разница в неделю, скажем, или даже меньше, ну, как вот у Лунки с Ханой, да. И с одной стороны, вырастить разом уже, отмучиться, как бы, можно сказать, разом, и все. И дальше, в какое-то время будет там отдых. С другой стороны, думаю, ну, блин, а если она тоже много родит, а если у Мелисы в этот раз опять много родит, это же сколько их тут будет, как бы, как это все дело прокормить, как это все дело, как бы, за всем этим ухаживать и так далее. То есть, я вот тут-вот в раздумьях. И с другой стороны, опять же, как бы, вот этот кот мне очень понравился, который был с Мелиссой, которому я возила. И получить кошку, ту, которую я хочу для себя, чтобы оставить, ну, конечно, больше шансов, если я Барби тоже отвезу, и кто-то из них выдаст мне ту кошку, которую, как бы, я хочу себе оставить. Ну, не знаю, в общем, я пока это, вот, прям, у меня последние два дня, вот, как я увидела, что Барби тоже собирается гулять, у меня тоже, вот, прям, такие раздумья. С другой стороны, как бы, нельзя очень много пустых течек допускать, то есть, у нее уже было две или три пустые течки, ну, то, что я ее не сводила. И, как бы, ну, в общем, я не знаю, у меня, во мне тут много, я просто высказала, что думаю, много плюсов-минусов, их в одно время свести, чтобы сразу, как бы, было много котят, и вырастить их, и там потом выдохнуть. Или наоборот, чтобы было поменьше котят, потом уже, то есть, через три месяца ее свести, чтобы котята были подряд, с другой стороны, тогда они будут постоянно, и я, может быть, тоже уже, ну, не знаю, в общем, очень много раздумий. Если бы я знала, что, например, там, одна родит, там, четырех котят, а вторая четырех, и, как бы, будет не так, ну, примерное количество, то, ну, как бы, да, можно в одно время. А если, как бы, ну, не то, что, не дай бог, там, не хорошо, не плохо, если бы у Мелисы родила девять котят, а если она родит девять, и будет у меня тут их, ну, это, конечно, мало шансов, что так будет, но, тем не менее, это довольно-таки тяжело. Катя, если бы вам подарили снежного барса, вы бы не отказались? Я бы позвонила в Росприроднадзор и спросила, что они по этому поводу думают, и дадут ли они мне разрешение, потому что сидеть в тюрьме я не хочу. Вот. А если с документами, да, мне отказалось бы. Я бы придумала, как выделить большую территорию, ну, что-нибудь, что-нибудь да придумала бы. Не подманула бы, что-нибудь да придумала. Вот. Как у вас настроение? Да, в целом, сегодня мама хорошая, я очень рада, что у меня мама приехала сегодня видеть ее. Потому что сегодня как-то с ней так виделись, плюс-минус, потому что утром я с ребенком уехала в бассейн, потом была там по делам в разъездах, и вот вернулась, и практически сразу там, ну, какие-то дела поделала дома, как-то с кошками-то занималась, и уже стрим. Миссо нет, не черепаховая, она мраморная. Ну, видите, в гугле голубокремовая черепашка, черепаха у Майнкона. Такой симпатичный, как раз, очень получается. Интересно, как вы пришли к тому, что хотели всю эту часть своей жизни кошкам? Я не знаю, мне всегда нравилось это. Знаете, эта часть, ну, вначале, в какой-то минуте мне все говорили, что я просто, вот, у меня нет детей, поэтому я вот так вот с котятами, с кошками, все остальное, сюсюку, если появятся дети, что-то поменяется. На самом деле нет, с появлением детей, ребенка, не детей, ребенка, у меня ничего не поменялось в этом плане, также меня умиляют кошки больше, чем дети. Вот, но дети с появлением ребенка меня тоже стали умилять, то есть, если раньше нет особо, то сейчас малыши меня как-то, ну, когда они маленькие, еще такие прикольненькие, они меня тоже умиляют. Вот. Вы супер всегда, хотелось с вами пообщаться, вы очень добрая и отзывчивая. Спасибо большое за такой большой донат, очень приятно. Ну, если хотелось, то у вас обязательно это сбудется, на самом деле. Ну, во-первых, со многими я общаюсь на рептилиуме, вот, а так часто бывает, что просто с кем-то начинаю общаться и все. Екатерина, а как лучше кормить котенка? Можно ли смешивать кормом мясо? Можно смешивать, просто не надо смешивать это в одно кормление. Все заводчики, которых я знаю, которые, там, занимаются кунами, по крайней мере, другими кошками, все добавляют мясо, добавляют цыплят, головы, шеи и так далее, все добавляют. На одной сушке не держат, потому что кошки, ну, и лучше растут, и шерсть у них получше, и все получше. И у кого есть сомножество, то же есть выгулы. То есть, ну, как на свежий воздух можно было выйти. Мне кажется, одновременно у котят тяжело, вдруг их снова придется подкармливать в бутылочке, к тому же друг за дружкой интереснее, всегда есть малыши. Вам интереснее, согласна, а мне это значит, что круглый год безвылазнодомую, потому что котята не могу никому дать, ну, ни на кого переложить, никому доверить, потому что, не дай бог, действительно выкармливать, бутылочки, еще что-то, это очень сложно. То есть, на определенное время, все равно мне придется наблюдать за мамой, чтобы у нее ничего не случилось во время кормления, еще зачем-то. Другой человек этого может просто не заметить. То есть, котята падает, значит, что, как бы, я, ну, приличное время буду безвылазнодома, то есть, я не смогу никуда уехать, даже в Москву к родителям. Вот, не, уже, я уже не говорю про какой-то отдых там, или что-то такое. Я, например, специально, я знала, что рыси, ну, у рыси в этом плане, они сезонные, и они рожают там позже, чем в середину июня, и у меня так специально было запронировано, что, например, в августе, я там на 4-5 дней, я уезжаю на Алтай. И это было, ну, я в другое время просто бы и не смогла, потому что сейчас я не могу уехать никуда. То есть, я с мамой не виделась 2 месяца, потому что я не могла приехать в Москву. Она работает, а я не могла приехать в Москву, потому что я не могу котята ставить. Вот, а, как бы, к этому времени они уже, что-то, более самостоятельные, там, будет 3 месяца, ну, там, сколько-нибудь, 2... Ну, короче, они уже более самостоятельные, уже не на соске, и часть из них разъедет, и я могу хотя бы уехать. А, представляете, как бы, если бы я в период, когда, например, вот, рыси были беременные, ну, там, под конец их срока, свела бы Мелиссу, а могла бы, потому что, ну, и Мелисса, там, и Барби, она течет, там, ну, как стандартно, как все кошки, там, раз в месяц, в два. И если бы я свела, то есть, у меня бы только закончили, только бы подросли эти котята, и у меня бы родила кошка, бы иметь бы маленьких котят. Я бы опять была совсем не выездная никуда. То есть, тут в этом логика есть. Я, естественно, все вязки, кроме с барханами, я просто на них молюсь, то, что если ты потечешь и повяжешься, пожалуйста, когда угодно, я что-нибудь придумаю, там, да, то с домашними кошками я стараюсь это планировать так, чтобы я, хотя бы, немножко времени у меня было свободного для поездки какой-то. Да все, иногда спит на пуму. Так, а какой у меня? Не помню. А, нет, сейчас. Ай, обижалась я. Палец. Прям до крови кожа. Ну, нет, лежи, я, видишь, из-за тебя начала опускать, чтобы тебя было видно получше, а ты проснулся, да, да, ну, да. Кот, вернись на исходную. Ты где? Ты где? Ты где? А, ты писать пошел? Уличка на пеленочку писает. Несмотря на то, что не в этой комнате она живет, нашел пеленочку, а шли сытный пеленочку уличку. Ну, давай, иди. Ты кушать уже хочешь? Опять? Сейчас скоро будем кушать, сейчас заканчиваем будем стримы кушать. Иди кушать. Так. А просто домашнюю кошечку тоже можно кормить натуралкой, сухим кормом. Так я же рассказывала про просто домашнюю кошечку. Если вы породите кошечек, то я исключительно за натуральное питание. Ну, кроме как в детстве. Расскажите, от чего умерла Рита. Киевы летки были на протяжении всего времени проживания с вами. На прошлом стриме рассказывала, но, коротко говоря, то есть изначально с приезда у нее было то, что, как вы видели многие на видео, у нее постоянно текли глаза. Мы не могли найти ни инфекции, ничего, у нее постоянно текли глаза. А потом у нее случилась вообще жуткая проблема, которая просто выбивала, и постоянно приходилось с ней что-то делать, и у нее стала выпадать кишка. Вначале по-разному пытались лечить, потом было две операции, и в итоге она умерла от панликопении. Но принесла ли она эту панликопению на ослабленном организме, и, может, это цепануло, то есть в клинике, например, на операцию тоже же не исключено. Вот, непонятно. Если коротко. Он сосет мою руку. Ну, он уже требует, просит немножко кушать, и ему, на самом деле, кушать уже через 30-40 надо уже покормить. Сосет, у него, как и у детей, например, уставляется сосательный рефлекс до определенного возраста, а у некоторых прямо и во взрослом состоянии. Вот, поэтому... Ну, удовлетворяет свой сосательный рефлекс, так как соску он в жизни сосет. Катя, какая разница возраста с вашим братом? Двадцать один год вроде у нас разница. Двадцать два года. Да? Да. Ему уже восемь исполнилось. Ну да, двадцать два года у нас разница. Если вы про младшего брата, так у меня еще два брата есть по папе. Там поменьше разница. У всех котят уже есть прикорм, но по чуть-чуть, да. Да. А корм Альминатюр серии для котят. Кошка хорошая, мы постоянно кормили. Да, у них четыре мяса хорошие. Ну, неплохо состав хорошего. Я кормила раньше Альмы. Это да. Ну, он такой, он больше всего ориентированный человек, наверное. Ну, может, еще больше, как девочка ориентированная. Ну, она более такая мягкая, чем, скажем так. Так они оба очень сильно ориентированы. Так, сейчас я проверю. Давай другую ручку я тебе дам. Мне вот эту ручку нужна, она вот эту. Это не такая вкусная, так проверю. Дмитрий Викторович, не помню, зачитывал или нет. По-моему, нет, перевел в пятьсот рублей. У вас отличная колна, Ольга Леолидовна. Спасибо большое. Так, наверное, будем сейчас завершать, потому что нужно будет пойти приготовить ему еду. Ну, идем, он сладкий. Следы нет, не остается, так он нежненько это делает. Ну, не знаю, если вы кормили ребенка грудью, когда у них появляются зубы, они не грызут грудь. Они продолжают аккуратно ее сосать. Бывают, конечно, эпизоды, но тем не менее, эти тоже аккуратно сосут. И мам своих тоже бывают у них эпизоды, но в основном аккуратненько. Вот, так, давайте тогда я пойду. Сегодня классный стрим, прям вообще не вылетал, да. Либо роутер работает, либо то, что у нас сутки не было интернета, и линию чинили, что-то починили. Но что-то определенно сработало. Вот. Спасибо большое за стрим. Спасибо большим модераторам за помощь. И мы, видимо, пойдем, потому что уже время 9. Мы еще не ужинали, а мне уже ребенка укладывать спать своего. Вот. Всем спасибо большое за внимание. Спасибо за донаты, кто высылал. Спасибо за интересные вопросы, они тоже были. Вот, в общем. Так, это неожиданно, довольно-таки длинный стрим получился, аж полтора часа. Все, всем пока-пока.